огромный привет всем тем кто меня смотрит сегодня решила снять видео по запросу моей подписчицы это 10 фактов о себе для того чтобы немножечко лучше меня узнали если вам эта тема интересна оставайтесь со мной итак первый факт это то что у меня в соцсетях вконтакте в инстаграм и других ник точнее фамилия ник первомайская очень многие мои знакомые которые меня знают например не с самого детства считают что это действительно на самом деле моя настоящая фамилия на самом деле я ее скажем так придумала почему же именно первомайская все очень просто на самом деле я родилась первого мая мне хотелось вот так вот символически себя как-то назвать ник получился такой запоминающийся и многие даже потом начали меня кривлять называть майка еще как-то и не все знают что на самом деле просто не и я даже помню в детстве мне не очень нравилось мое имя юля и мне хотелось чтобы меня как-то называли так сказочно как принцесс сказки на что мне родители в шуточной форме сказали радуйся что мы тебя не назвали доздроперма я говорю что значит доздроперма они говорят ну как переводят да здравствуй 1 мая раньше так всех девочек называли в постсоветские времена и я тогда очень сильно громко смеялась говорю ой нет нет лучше уж пусть будет юля факт номер два это то что я очень боюсь вот таких вот ползучих насекомых всяких там скалопендр вот это с кучами таких вот лапок сороконожек и всего прочего меня просто телепает когда я их вижу я убегаю из комнаты кричу криком чтобы кто-нибудь убил мне кажется что вот этот вот страх таких вот насекомых у меня появился в глубоком детстве когда мне где-то лет в пять положили меня в больницу и в соседней палате какой-то женщине залез тараканом ухо там застрял сдох и потом его оттуда водоставали какими-то щипцами целую операцию там проводили и мне это в подробностях рассказали я такой ужас себе напредставляла и после этого перед сном где бы я не заснула дома или где-то в других местах гостях я всегда осматривала стены до сих пор продолжаю это делать чтобы нигде никто не полз нигде ничто и ко мне в кровать не заползло и вот это вот такая вот у меня паника если я кого-то вижу даже пусть это будет обычный паучок мне почему-то некомфортно находиться в комнате мне нужно чтобы его куда-то кто-то отнес кроме этого уже в более таком зрелом взрослом возрасте где-то в институте у меня появился страх стаи ворон я не знаю то ли я фильмов каких-то пересмотрела то ли что но я помню как я шла в институт и уже была такая глубокая осень в листве копошились очень много ворон и как-то в этот момент на улице никого не было я проходила мимо них и не так все одновременно повернули на меня свои головы и замерли и я помню в тот момент мне так стало страшно думаю все сейчас они на меня все дружно ринутся нападут забрызут еще что-то и мне как-то все после этого я вот когда стая какая-то сидит где-то я их стараюсь обходить если там какая-то одна-две вороны то конечно же я могу спокойно пройти мимо но стаи мне как-то стало страшно наблюдать поэтому вот такая вот еще у меня небольшая фобия идем дальше факт номер три обо мне я очень люблю спать на животе я не знаю с чем это связано это еще самого детства вот я засыпаю если я лягу на живот очень быстро на спине я могу часами пытаться заснуть ничего не получается на боку более-менее но тоже не так классно как на животе на животе я ну вообще это идеальное для меня положение когда я забеременела и мне нельзя было уже ложиться на живот это был просто для меня какая-то канторга я не знала как себя там примастить я уже ждала когда наконец-то я смогу родить и лично живот и помню когда это произошло в роддоме я легла на живот это такое было блаженство просто неимоверно факт номер четыре я десять лет занималась спортивно-бальными танцами после этого я какое-то время и даже преподавала пока не ушла в декрет все свое детство и такой вот юный возраст меня вот просто красной ниткой проходят это бальные танцы потому что большинство своего свободного времени и вообще своего времени я уделяла именно им это и соревнования в разных городах поездки на какие-то семинары занятия тренировки в общем это вот все то что вот у меня в детстве было это в большей степени связаны именно с танцами факт номер пять обо мне это я безумно люблю запах горящих и затухающих спичек я не знаю откуда это взялось тоже как-то с детства ко мне пришло я никогда не курила не курю но не знаю откуда оно мне вот всегда нравилось еще я безумно люблю запах свежих газет помню в детстве приезжала к бабушкам с дедушками у них там стопками лежали эти газеты каждый день приносили новые свежие я просто кайфовала вот так вот их листала вдыхала эти ароматы они мне безумно нравились а если говорить об ароматах которые у меня вызывают отвращение так это вот такие неприятные запахи автобусов старых таких советских которые у нас до сих пор между прочим функционируют нашем городе если я куда-то вдруг мне нужно поехать то это просто ужас эти выхлопные газы меня вводят из равновесия я не могу и начинает тошнить даже во время беременности когда у меня не было никакого токсикоза я один раз поехала в другой город на автобусе я поняла что вот он мой токсикоз сейчас настанет но слава богу все обошлось но опять же таки не переношу я вот этих вот запахов ароматов автобусов шестой факт обо мне по образованию я магистр строительства да да на самом деле я строитель и дело в том что я закончила институт на все пятерки у меня нет ни единой четверки но я никогда не изубрила там и не было у меня такого вот помешанного на учебе отношения даже в школе я не особо уделяла внимание вот сколько у меня там четверок а в институте я просто перед тем как я поступала создала себе такую установку что я хочу закончить институт на не пятерки причем эта установка у меня как-то на автомате сработала когда я вспомнила что у меня бабушки заканчивали институт на пятерки мама сестра и никто захотелось что ли соответствовать им и не было с их стороны никакого на меня давления им абсолютно было все равно какие там у меня оценки но мне очень хотелось получать одни пятерки и в принципе как-то это легко у меня вышло не было какой-то такой особой сильной сложности мне кажется когда человек сам ставит перед собой цель и никто на него не давит это у него может получиться в сто раз лучше чем когда его кто-то что-то заставляет делать седьмой факт обо мне это я как-то в детстве или я уже не помню сколько точно мне было лет пошла на концерт тату одна я помню что я была просто фанатом группы тату скупляла все их кассеты плакаты обвешивала свои стены в комнате их плакатами и когда я узнала что они приезжают к нам в город с концертом я сказала что я в любом случае пойду на концерт я не переживу если я не схожу но как-то так вышло что тот момент никто не мог пойти со мной и подруг я уже не помню почему-то они не пошли но я решила что я пойду родители были в шоке огромная толпа тебя там задавит украдут еще что-то но я там слезно умоляла помню сижу мне как-то стремно с одной стороны там много людей там толкучка но вот этот адреналин что я на концерте он затмил всё и я отлично провела время тусуясь подпевая под их песни нас не догонят факт номер восемь обо мне я ужасно люблю волны на море вот когда именно не тишь и гладь а огромные волны в которых можно попрыгать поплескаться тебя там перевернет 300 раз на 360 градусов ногами к верху я вот очень люблю именно вот так вот прыгать по волнам хотя я миллион раз там в детстве тонула меня за волосы вытаскивали из воды за ногу тянула сестра там на берег но это меня не останавливало и до сих пор если есть на море волны то это просто для меня счастье я безумно люблю купаться именно в волнах а если я приезжаю на море например на 10 дней и все эти десять дней нет вон то для меня это просто трагедия факт номер девять я уже около года веду свой печатный блог на сайте рекоменд почему я называю это блог они мои отзывы потому что я там очень много личной информации пишу рассказываю каких-то своих секретов об уходе за собой и вот планомерно вот это вот моя деятельность на этом сайте привела к тому что я начала снимать видеоролики на youtube это как был некий толчок мне часто в комментарии и в сообщении личные писали будешь ли ты открывать свой канал я как-то задумалась почему бы и нет если я все то же самое делаю на этом сайте и все рассказываю о себе и показываю там какой косметикой пользуюсь что я делаю почему бы не начать то же самое про это просто снимать скорее всего именно благодаря этому сейчас я веду свой канал и заключительный десятый факт обо мне я просто фанатею от констоваров я могу скупать и кто нами даже если они не нужны например я пришла в магазин с констоварами и я просто ну вижу какие-то блокнотики тетрадки ручки все они мне все нужны не знаю почему не знаю для чего но когда-то пригодятся остановить меня просто невозможно тем более с каждым годом они становятся все более красочные более красивые и даже если мне не нужны я обязательно их скуплю помню еще даже когда в школе я училась мой самый любимый период это подготовка к первому сентября когда нужно было покупать констовары я просто вот как маньяк бегала из магазина в магазин покупала новые пеналы новые ручки и не дай бог чтобы я не купила себе все новое к новому учебному году ничего старого все новое даже если у меня там все в отличном состоянии из прошлого года нет мне нужно все новое это было такое вот прикрытие моих вот слабости и не говорю я говорила маме нет там пенал уже порвался он плохой на самом деле с пеналом было все в порядке мне просто хотелось новый пенал даже после того как я закончил институт и меня уже не нужно было скупать констовары я пришла на работу в офис первый свой рабочий день узнала там что мне нужно для работы и сказала все я бегу в констовары и покупаю себе кучу папочек кучу маркеров кучу стикеров закладочек это все мне обязательно пригодится у меня все так отговаривали ну зачем ты будешь тратить кучу денег то оно тебе может не понадобиться не 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 оно мне все обязательно очень сильно понадобится я без этого просто не смогу работать и я помню прихожу выкладываю такую стопку всего что мне надо на меня так все в офисе посмотрели ну да ладно на этом я буду заканчивать если у вас есть какие-то вопросы ко мне пишите в комментариях к этому видео или заходите в мою группу вконтакте там я создала отдельную тему с вопросами которые вы мне можете задавать и если что я потом сниму отдельное видео ответы на ваши вопросы если этот тег вам понравился ставьте лайк подписывайтесь на мой канал до скорых встреч в новых выпусков пока пока